всем привет сегодня рассмотрим установку arco linux by с рабочим столом цинамон 20 версии она подходит как 64 битным вариантом так и на 86 вот это и и будем скажем так проверять итак предыдущие сборки arco linux входили программы для записи с экрана по типу simple screen recorder и прямо находясь на флешке можно было записать процесс установки и все нюансы кто по какой такой мудрой идее выкинул из дальнейших сборок arco linux программы для записи с экрана мне неизвестно но тем не менее сам то по себе arco linux хороший arco linux мне он нравится больше чем manjaro потому что он поддерживает конки и так запускаем установку тут будет он стандартно все эти дела значит проверять итак операционная система загрузилась ну первым делом значит вот здесь вам нужно будет подсоединиться к сети поскольку у меня виртуальная коробочка она сама все и что подсоединяется вот что нужно сделать это нужно обновить список зеркал вот нажимаем здесь здесь появляется значит надпись что 335 обновлений готова к загрузке а здесь вот желтенькими буквками написано что обновляется список зеркал это займет время пожалуйста ждите и вот как только вот здесь вот у нас эта надпись вот стала беленькая теперь значит мы уже сможем спокойненько все это делаем вот так вот прикрыть значит это и посмотреть вот на саму программу вот в прежних сборках Arca Linux вот я вам покажу вот звук и видео посмотрите что они сделали значит есть утилита для видеозахвата ну вот я нажимаю на нее ну и где она это утилита для видеозахвата вот очень печально потому что конечно делать лично я люблю делать ролики я называю это дело вживую прямо с флешки рассказываю и показываю установку ну здесь к сожалению я этого лишен но основные моменты значит я все таки вам покажу вот запускаем установщик выбираем вот русский язык идем дальше вот смотрите внимательно значит я выбираю обычно LTS обозначает ядро значит длительной поддержки LTS это Long Term Support то есть ядро будет поддерживаться длительное время и поскольку у меня значит имеется Intel процессор ну я обычно добавляю сюда вот еще Intel нажимаем дальше значит TeamViewer ну я сейчас практически его не использую Skype ну Skype можно поставить WhatsApp можно поставить Viber Viber я практически не пользуюсь Telegram тоже хорошее средство для коммуникации пошли дальше тут в развитии ну что ну ну можно LeafPad и Notepad отметить дальше здесь я обычно выбираю просто вот VPS очень такой краткий хороший китайский офис полностью поддерживает Microsoft Office из мультимедиа я выбираю обычно Audacity выбираю программу для записи с экрана OBS Studio вот я сейчас ею пишу OpenShot так вот еще одна программа для записи с экрана Simple Screen Recorder и программа для воспроизведения видеороликов идем дальше здесь я беру значит Firefox уже с добавленным отблоком и Google Chrome и с тем я ничего не выбираю здесь я обычно беру ну Крита ну можно Blender еще взять игры я не устанавливаю терминалы вот консоль ну можно еще терминатор поставить файловые менеджеры NEMA это мой так сказать предпочтительный файловый менеджер утилиты ну почистить там что-то на Blitzbit кстати можно поставить еще Octoper наряду с Pacman будет устанавливать различные там программы TimeShift обязательно ну практически да TimeShift Octopy и Blitzbit стейсер поставим позже пошли дальше здесь я поставлю Plank и Cheese Cheese это программу Lincoln для записи с видеокамеры так так вот здесь значит утилитки я поставлю Edger программа для записи из образов а могу поставить еще и USB это Windows может писать здесь оставлю вот поскольку у меня ядро с длительной поддержкой вот я виртуальную коробочку ставлю на LTS дальше пошли это идет development то есть для тех кто занимается значит тестированием короче это так сказать лично не для меня выбираю Лондон здесь значит я беру вот UK вы можете выбрать штаты кому как нравится здесь вот пошли на ручную разметку дальше вот вот новая таблица разделы вот у меня GPT значит я ставлю вот так нажимаю окей вот доступное место ну что давайте создадим разделчик на 512 мегабайт FAT32 точка монтирования BOOT BOOT отмечаем BIOS групп и BOOT окей окей здесь создадим скоп файл размерами размерами 24 24 так 96 вот так вот сделаем это подкачки на 4 гигабайта теперь создадим раздел корневой отмечем отмечем корень вот видите 30 гигабайт ну а все оставшееся пространство значит я отдаю под домашний раздел может быть и там и 50 и 100 гигабайт от вас зависит а я просто отдаю раздел вот домашнюю папочку вот окей вот пожалуйста смотрите корневой раздел домашний раздел SWAP BOOT значит причем смотрите чтобы флаги на BOOT обязательно были вот я вам еще раз повторю вот BIOS GROUP и BOOT ну и нажимаю на кнопочку далее тут вот еще опять появляется значит оповещение чтобы флажочек был BIOS GROUP у нас он включен вот нажимаем на окей имя пользователя ну что ну традиционно юзер пользователь пароль ну я делаю короткий пароль потом его можно когда настроить и все сменить на пароль любой угодно длины использовать тот же пароль для администратора все готово к установке нажимаем опять таки вот идет сообщение что будет делаться и нажимаем кнопочку установить все и теперь скажем так терпеливо ждем окончания установки ну в конце концов вот появляется финальное сообщение что система установлена на компьютер вы можете перезагрузить компьютер и использовать вашу новую систему а можете продолжить работу на флешке зависит от вас ну перезагрузимся а и и и теперь мне нужно определить а где же я нахожусь на флешке но на размеченные области или нет ну список зеркал ну пусть себе обновляется для меня важно посмотреть вот здесь вот запустить программку джи партит ну вот видите значит 512 мегабайт было выделено у нас под загрузочной использована лишь 100 своп файл на 4 30 гигов у нас на корни использовано только 11 и 25 гигабайт вот домашний раздел вот в принципе как говорится что и требовалось доказать ну и теперь мне бы хотелось показать вам всего лишь один нюанс потому что все остальные вещи ставятся как вот нормально а вот пойдем в интернет пайфокс нагрузки ну вот открываем подсказочку куда ставить попробуем поставить вот такую вот штуку и напишем ну вот Вот такой вот команду Soda Pacman Leafpad. Зацепит интересно или нет? Ну, вроде бы как зацепил. Пишем Yes. Ну и теперь давайте проверим. Пойдем вот сюда. Напишем вот Leafpad. Leafpad поместим на панель. Поставим его как системный. Вот смотрите. Заменить файл AORUM ACRES CONCIRC вот в этом местечке этим файликом. Значит, ну что? Берем, копируем файлик. И теперь идем вот сюда. home user .config home .config 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 вставить AORUM .config 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 Вот, видите, теперь значит, появилось появился нормальный файлик .config .config Значит, ну, у меня тут сами понимаете, виртуальная коробочка. А у вас там все будет подогнано под интернет. Теперь дальше этот файлик вам нужно будет подредактировать. Объясняю как Значит, вот вот этот файлик последних делах вот сейчас покажу Вот, посмотрите раз два в общем, должно быть четыре файлика вот этот файлик указывает скажем мои интернет данные Ну, у вас-то все будет другое поэтому вам нужно будет пойти вот сюда набрать в терминале команду если у вас беспроводной интернет набрать if config у вас будут флажки вот один второй и так далее для беспроводного интернета нужно будет набрать iw config вот здесь он у вас видите выдаст уже другие другие данные вот их вам нужно будет и подставить вместо вот этих данных которые мы значит нашли потому что это скажем так моя конфигурация вот вот этих файликов должно быть четыре и должно быть четыре замены когда вы все это дело сделаете у вас практически будут хорошие нормально работающие коночки все остальное настройте себе по своему вкусу объясняю почему практически все остальные программы все остальные программы они ставятся вот отсюда из менеджера программ вам просто нужно хорошо знать что вам допустим нужно вот практически и все вот я посмотрел допустим иду интернет раз но у меня только Firefox я хочу поставить свой любимый Google Chrome пожалуйста значит я набираю Google Chrome вот красавчик нажимаю на Apply это для KDE ну вот можно вот эту блядь точку Wayland да я не пользуюсь Wayland ну вот эти банты скачаем нажимаете Choose и пошла как говорится установка Apply ну и он вам начнет ставить все там 337 обновлений которые там значит хотел поставить ну дождетесь в конце концов все он вам поставит и проблем больше то не будет ну и значит вот еще я не знаю установлены здесь или нет ну вот эту программку TimeShift вам нужно тоже будет обязательно установить вот она делает очень хорошие резервные копии так называемые бэкапы если что-то пошло не так то всегда можно будет на этот бэкап вернуться и будет как говорится вам счастье то есть вот запомните значит я показал вам основные этапы установки Arco Linux указал какая должна быть разметка жесткого диска затем значит показал как скачать вот коночки потому что с определенного момента где-то там полгода назад конки менеджер и на Манжара и на Arco Linux они взяли и приказали долго жить но на Arco Linux они сделали вот такую программулину которая называется конки зен и вот эта программулина сейчас вот вот эта программулина практически и позволила мне значит взять вот этот файлик я брал скажем так от балды видоизменить и затем заменить его уже своим видоизмененным файликом вы можете взять любой из этих файликов без разницы можете по ним побегать посмотреть там чего там и как можете вот взять допустим запомните вот у нас акрос конки рц такие вот коночки можете но вот здесь вроде бы погода дается а погода дается по городу антверпен а поменять я ее никак не могу пробовал что-то у меня не получилось да взял как говорится поставил свои коночки да и голова не боли у меня поэтому я вернулся значит к своим коночкам вот и больше как говорится не дергать потому что меня скажем так мои конки устраивают вот вот пожалуйста видно что в корне значит 4 гигабайта занято 1 в домашнем разделе тоже 4 занято 1.4 а там всего 4 файл подкачки там дается ну в натуральную когда поставите к себе на жесткий диск компьютер все у вас будет как говорится хорошо вот список не волнуйтесь вот Arkalinux хорошая система ценамон это мой любимый рабочий стол потому что он ну очень для меня оказался удобным вот все под рукой абсолютно все нормально работает поэтому могу вам рекомендовать потому что рабочим столом ценамон я уже пользуюсь я не знаю там наверное ну лет 5 или 6 это точно вот я самые там разные пробовал X-Face там и прочее X-Face очень экономичный тоже хороший несложный в настройках ну вот оно мне по душе вот ценамон вот ну ладно значит все самое необходимое что я вам хотел сказать я сказал показал как устанавливается Arkalinux показал разметку диска и показал значит установку файлика значит вот коночки потому что это обычно вызывает скажем так затруднения все остальное как говорится вам полное раздолье вон у вас там будет куча там программ смотрите там бегайте там выбирайте там что вам как говорится понравится вот и все ну ладно желаю вам всего самого доброго и до новых встреч до новых встреч